Привет, дорогие друзья! Тема этого видео «Хорошо ли быть добрым?» Сегодня я хочу с вами поговорить на эту тему, развить её. Это очень интересная тема, и многих она касается. Если у вас мягкий, добрый характер, и вам тяжело говорить людям «нет», и ваши знакомые, даже близкие вам люди пользуются этим, перекладывая на вас свои дела, одалживают деньги и даже вещи, вам это надоело, но вы боитесь обидеть отказом. Вы не знаете, как себя вести, чтобы люди перестали пользоваться вашей добротой, но при этом с вами не поссорились? Тогда это видео для вас. Ваша так называемая доброта — это потребность быть для всех хорошим. Она сформировалась ещё в детстве, когда ваша уступчивость поощрялись вашими родителями, а попытки проявить настойчивость ими осуждались. Возможно, кто-то из ваших близких имел такой же характер, и вы решили последовать этому примеру. За вашей добротой и безотказностью стоит страх разрушить значимые отношения. Научитесь отказывать людям, но не чувствовать при этом себя виноватой. Говорить «нет» нужно вежливо, но твёрдо, кратко объяснив причину отказа, но чтобы со стороны это не выглядело как оправдание. Главное — перестаньте бояться обидеть кого-то. Возможно, кто-то из близких будет пытаться манипулировать вами и даже разорвёт с вами отношения. Но запомните, те люди, для которых вы действительно дороги, они станут вас больше уважать и научатся считаться с вашими интересами. Была рада с вами поделиться своими взглядами. Под видео мы можем с вами и дальше пообщаться на эту тему. Если вам нравится видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Мы всем будем очень рады. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнали Симон.